Наши лучшие. Ульяновские проекты благоустройства победили на шестом всероссийском конкурсе, который проводился в Тамбове. Прославили регион Барыш, Корсун и Сурское. Они вошли в список из 160 победителей, а на начальном этапе конкурса было 280 участников. На седании оперативного штаба по комплексному развитию региона обсудили эту новость. Триумфаторы получат деньги на воплощение красивых идей. Главная задача конкурса – это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств. Общий призовой фонд был 10 миллиардов рублей на всю Российскую Федерацию. Каждый из этих городов получит 70 миллионов рублей федеральных. Ну и, соответственно, мы наполним 40 миллионов из регионального бюджета по условиям конкурса. Новости материального характера обсудили не только в положительном ключе. С 1 сентября отменяется бесплатный проезд для детей в трамваях и троллейбусах. Объясняется это предбанкротным состоянием предприятия «Ульяновск Электротранс». Для того, чтобы оставить все как прежде, в МУП надо вложить 40 миллионов рублей. Этих денег пока что нет. Бесплатниками останутся дети из льготных категорий. Также побеседовали об обеспечении переселенцев. Губернатор поручил областным кадровикам найти работу для тех, кто хочет остаться в Ульяновской области. Значит, надо создать максимальные условия для комфортной жизни и обязательно трудоустроить. Жаркий август может порадовать тех, кто в отпуске. Но для Министерства природы высокие температуры и суш приносят немало забот. Пятый класс пожарной опасности сохраняется в Ульяновской области. Лес надо беречь. В связи с этим принято решение о введении особого противопожарного режима на территорию Государственного лесного фонда. В рамках данного режима запрещено посещение лесов, кроме сотрудников, которые участвуют в профилактике и ликвидации. Опасаться надо не только пожаров, но и эпидемии. В региональном Роспотребнадзоре предупреждают о новой ковидной волне. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Новоспадском, Барышском и Павловском районах, а также в Ленинском районе города Ульяновска. Во всех этих вышеперечисленных административных территориях Роспроизошел относительно показателей, по отношению к областным показателям, более трех раз. То есть это говорит о том, что у нас на сегодня продолжает ухудшение ситуации. Если посмотреть по возрастным категориям, как уже мы прежде обсуждали, самые у нас лидеры остаются, это возрастная категория 30-49 лет. На сегодня они занимают до 28% от всеобщей заболеваемости. Далее у нас идет 50-64 возраст. Введение тотального масочного режима пока что не ожидается. Хотя в Ростовской области уже вернули ограничения. В Ульяновске маски рекомендуют носить пожилым людям. В больницах и поликлиниках тоже надо прикрывать лицо.